Время новостей Донбасса. В студии Сергей Грунов. Здравствуйте. В результате минометных обстрелов на окраине Горловки повреждены 6 частных домов, сообщают местные жители. Информация о пострадавших нет. Стреляли также в районе Верхнеторецкого, Авдеевки и Донецкого аэропорта. Активные боевые действия в Марьинке и Широкино велись ночью, сообщают в СНБО. На Луганщине в минувшие сутки было тихо. На карте боевых действий новая горячая точка Березовая. Это мариупольское направление. Накануне позиций военных подверглись обстрелам из минометовой артиллерии. Последствия видели наши корреспонденты. Поселок Березовое находится за пунктом пропуска Новотроицкая. На языке военных нулевая отметка. Согласно указателям, отсюда до Донецка 36 километров, до Докучаевска всего 8. Здесь расположен крайний блокпост пограничников. Пока саперы обследовали только дорогу. Но это поле, говорят военные, полностью заминировано. В последние дни снаряды разрываются здесь регулярно. Стреляют из минометов и ствольной артиллерии. Даже не считали, но очень много падало. Вы загоните, все будет хорошо. Этого котенка ранило осколком минувшей ночью. Бойцы уже дали ему кличку 300-й. Уверены, обязательно выходят. Пострадала и материальная часть. Сильно повреждена кухня. Теперь здесь нет крыши, почти не осталось продуктов и посуды. Каждая миска в гостинцах. Но главное, говорят бойцы, что все живы. Купили яйца, нарвали с савлю и будем готовить борщик савлювый. Бои хлопцы любят савлювый борщ. Это я и сам люблю. Урон нанесен и личным вещам армейцев. Поцапали мою дембельскую футболочку. Бачите вы. Погоны вы сделали. Ну и вентиляции уже. Ну нормально. Армейцы говорят, ответный огонь открывают, но только из разрешенного минскими договоренностями оружия. Едва ли не самым мощным орудием стал этот гранатомет. Сильные обстрелы, говорят бойцы, начинаются с наступлением темноты. Военные уверены, это потому, что ночью не работают наблюдатели ОБСЕ. Александр Давиденко, Татьяна Уралова, специально для телеканала Донбасс. 50 тысяч патронов, больше 500 гранат, 40 противопехотных мин с детонаторами, 12 гранатометов и около 20 килограммов тротила. Целый склад боеприпасов правоохранители обнаружили в Северодонецке на Луганщине. Установлено, что тайник оборудован еще в 2014 году, а все средства поражения были похищены из воинских частей и подразделений МВД. Сейчас боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. Игровые комнаты, спальни и учебные кабинеты в Красноармейске после реконструкции открыли детский центр «Отчий дом». Средства на ремонт двухэтажного здания для приемных детей предоставило японское правительство и представители ПРООН. Как выглядит обновленный детский центр, видела Светлана Павлюкова. Под музыку и аплодисменты в Красноармейске открывают второй этаж детского центра «Отчий дом». Раньше здесь был заброшенный чердак, теперь мансарда в 200 квадратных метров. Больше двух миллионов гривен на обустройство и ремонт помещений для приемных детей пожертвовали представители ПРООН и японское правительство. Ремонт крыши, замена окон и коммуникаций. Детский центр обустроили всего за несколько месяцев. Кроме игровых комнат и спален, на втором этаже для ребят оборудовали учебные классы. Тут мы делаем уроки, тут красивые шарики. В центре воспитываются 28 детей. Ребята здесь не только живут и учатся. За каждым из них закреплены обязанности. Антон гордится, что помогал взрослым в обустройстве репетиционного зала. Здесь сделали две комнаты вместо классов. Теперь детям есть где репетировать на всякие праздники. Основатели детского центра уверены, теперь смогут взять на воспитание еще приемных детей. Ведь места достаточно. Теперь, благодаря тому, что у нас появился второй этаж, сюда мы перевели классы снизу, подняли административные помещения. Я думаю, 40 детей это будет нормальная численность в нашем центре. В детском центре появился и живой уголок. Пару попугаев воспитанникам вручил городской голова Красноармейска. Дарим таких птиц, которые называются неразлучники. Городские власти пообещали поддерживать детский приют. По сравнению с тем, что было здесь 10 лет назад, или даже по сравнению с тем, что было здесь еще буквально 2-3 года назад, это, конечно, большие разницы. Очень приятно, что здесь появились большие классы, холлы. Поэтому хотелось бы поблагодарить и ПРООН, и правительство Японии, и народ Японии за то, что оказали такую поддержку. И сегодня детвора смогут и жить, и учиться в достойных условиях. Гостей праздника тоже не оставили без подарков. Такой шахтер, чтобы японцы представляли, как мы здесь живем и трудимся. Подарок от наших детей. Мероприятие завершилось праздничным концертом. А в гости пришли, дорогие пришли, мы не с дороги сельба или нет. Светлана Павлюкова, телеканал Донбасс. Жителям печально известного 17-го дома в Лисичанске выделят 29 миллионов гривен. Деньги уже поступили в городской бюджет для выплат жильцам денежной компенсации, заявил заместитель мэра Андрей Шальнев. Само здание планируют демонтировать, но вначале нужно найти место для захоронения строительных отходов. Дом в Лисичанске был разрушен прямым попаданием снаряда 23 июля 2014-го. В течение трех дней из-за отсутствия воды спасатели не могли ликвидировать пожар. В результате перекрытия двух из трех подъездов обрушились. За взятку в 75 тысяч гривен задержан майор полиции. Об этом сообщают в СБУ. Нечистого на руку полицейского в Краматорске задержали с поличным. Сотрудника славянского город-дела поймали в момент передачи наличных. По данным правоохранителей, майор требовал деньги у местного бизнесмена за сокрытие махинаций с поставками продуктов в детские сады. 46, 47, 48, 49, 50. 150 культур номиналов. Почти полторы тонны металлолома обнаружили правоохранители у жителя Славянска. 57-летний мужчина организовал в частном доме незаконный пункт приема. Сбыть купленный лом он не успел. Среди горметалла полицейские обнаружили специальные весы. Хозяин дома ранее уже привлекался к административной ответственности за подобное правонарушение. В этот раз ему грозит до трех лет лишения свободы. В последнее время стали поступать сообщения от жителей микрорайона Славкуров о нахождении незаконного пункта приема металла. В ходе обысковых мероприятий было изъято более тонны черного металла, около 70 килограмм цветного металла. Весные черновые записи, которые будут подтверждением незаконной деятельности в данном направлении. Мусоровозы, снегоуборочные машины и газонокосилки. В Красноармейске на центральной площади состоялась выставка новой коммунальной техники. Чем удивляли горожан, видели наши корреспонденты. Коммунальщики Красноармейска демонстрируют работу спецтехники. Новые машины выставили на показ на центральной площади города. Этот многотонный газ с грузоподъемником работает даже при минус 45. Машина с универсальным съемным кузовом предназначена для вывоза мусора и груза до 4,5 тонн. На данной выставке выставлена техника, которая приобреталась городом за последнее время. Здесь предоставлены портальные контейнеры, машины для посыпки дорог и уборки от снега. Также приобретены биотуалеты, фонари. Своей гордостью коммунальщики считают этот многофункциональный масс. Автомобиль предназначен для чистки дорог в зимний период, а также оборудован емкостями для поливочных работ. Чистит снег снегоуборочной лопатой. Также он щетка для прочистки дорог, емкость для засыпки, смеси для посыпки дорог. Данный кузов снимается, вместо него устанавливается бочка для полива. И в этой машине можно поливать дороги и, соответственно, зачищать от пыли. По соседству с коммунальщиками новинки своей отрасли показывают работники водоканала. Благодаря этим приборам можно узнать состояние труб без вскрытия и остановки подачи воды. Может мерить состояние трубы, то есть толщина стенки, износилась труба или нет. Не надо нарушать целостность трубы. Датчики накладные, поэтому не надо врезать, а потом убирать, заваривать ее опять. Жители Красноармейска говорят, оригинальность коммунальщиков их приятно удивила. Техника новая, практичная. Вы первый раз на такой выставке? Да, у нас такого пола никогда не было. У нас такой выставки отродясь в Красноармейске не было. Очень даже мне нравится. Вообще-то, вы знаете, как-то раньше было не так. Сейчас все по-новому. Выставка спецтехники в Красноармейске прошла впервые. Готовы ли сотрудники коммунальных предприятий сделать мероприятие традиционным для города, пока неизвестно. Игорь Красильников, телеканал «Донбасс». Длинная дорога домой. Семья Красильниковых из Янакиева воспитывает пятерых детей. Двое из них приемные. От войны бежали на Херсонщину, далее в Сумскую область. Но обустроиться там не смогли и через год вернулись домой. Как выживает многодетная семья, расскажет Татьяна Блинова. Юля очень любит играть в дочки-матери, где она мама, а куклы – ее дети. Девочка уже знает, кем хочет стать, когда вырастет. Няней. В семье Красильниковых малышка появилась недавно. Мама отказалась от нее в детском роддоме. Юлечка сразу была помещена в детский дом. У Татьяны и Сергея пятеро детей. Самому старшему – 18. Младше Юленьки – скоро 6. Наверное, это сейчас все наши дети. Своих девочек родители нашли на портале фонда Рината Ахметова «Сиротству нет». «Сиротству нет» – замечательная программа. Там же был форум, где многие мамы, которые уже сделали эти первые шаги, они уже делились своим опытом. После мы попали на замечательнейшие курсы. Семинар, который проводил фонд Рината Ахметова. В родное Енакиево Красильниковы вернулись недавно. Их дом уцелел. Были выбиты стекла и отпала плитка. Как только начались сильные обстрелы, семья выехала в Херсонскую область. Позже нашли приют под Сумами. Но там обосноваться так и не смогли. Вернулись домой. Тяжело находиться, не имея собственного жилья. Ну, всё с чистого листа. Начинать – это тяжело, конечно. В это непростое время пришёл на помощь гуманитарный штаб Рината Ахметова. Семья получает пять продуктовых пакетов. Без Рината Леонидовича мы бы, наверное, просто не выжили. Мы выживали за счёт вот этих вот подарков. Потому что по-другому я, наверное, не могу сказать. Это дар. Дар от чистого сердца. Мы очень благодарны. Светлана, Александра и Юля во всём помогают маме. Но больше всего любят печь. Чтобы за семейным столом порадовать отца и старших братьев. 17-летний Влад учится в музыкальном училище. Собирается стать педагогом. А в свободное время помогает отцу ухаживать за кроликами. Убираем, поим, кормим, конечно. Этой весной Сергей с сыновьями построили теплицу. Выращивают рассаду цветов. Своими руками сами выращивали это всё. Сами сажали. Вот результат. Эта семья, как и множество других на Донбассе, благодарны за помощь. И очень ждут мира. Мы хотим мира. Юля, мы хотим мира? Хотим, конечно. Татьяна Блинова, Даниил Киреев, телеканал Донбасс. Украинцы массово сажают картофель. Сезон в разгаре. Дачники и сельские жители всё свободное время проводят на огородах. И это несмотря на то, что цены на картофель с начала года упали на 20%. Да, 4,5 гривен за килограмм. Выгодно ли выращивать картошку самостоятельно, узнавала Оксана Вилента. Галина полжизни провела на огороде. Картошку выращивает на 10 сотках. В магазинах и супермаркетах стоимость картофеля не менялась уже несколько лет. А вот выращивать его самостоятельно с каждым годом всё дороже. 400 гривен лишь за трактор. Если своё насильное, то доброе посадочное. Если ещё 10 гривен или 8 гривен за килограмм посадочного материала, то опять таки. На защиту картофеля от вредителей женщина тратит около 2000 гривен. Жука ещё потравить. Одним разом не обходится. Два-три раза надо кропить. За тонну навоза надо отдать 200 гривен. У пенсионера Николая участок 20 соток. Поэтому только удобрение ему нужно купить на 3000 гривен. Сейчас дешёвого, в принципе, ничего нет. Для пенсионера оно всё дорогое. Во время посадки в лунке смешиваем два вида миндобрива. Николай признаётся, картошку выращивает для себя детей и внуков. Не верит, что на её продажи можно ещё и заработать. На стихийном рынке столицы подтверждают. Себестоимость картофеля с каждым годом растёт. Если продается 8 гривен, то я считаю, что дешево и продаются. Секу, вернее, и труда получается. По полу, подсыпать, попрыскать, собирать, ну и купить. Чтобы вырастить на одной сотке 200 килограммов картофеля, только за семена придётся отдать в среднем 200 гривен. Столько же нужно заплатить за препараты для борьбы с колорадским жуком. 40 гривен стоит обработка одной сотки трактором. Около 200 гривен – удобрение. Себестоимость одного килограмма картофеля выходит 3 гривны 20 копеек. И это не считая расходов на инвентарь, топливо и проезд. А ещё к материальным расходам нужно добавить невероятные физические нагрузки. Ведь работать на огороде приходится, не разгибая спины. Но отказываться от национальной традиции украинцы не готовы. Чи выгодно, чи не выгодно, по-честному, мы над этим не думали. Вот такой город есть, то учимся, робим, да и всё. А чи выгодно? Можливо, и не выгодно. Оксана Вилента, Александр Хлынин. Специально для телеканала «Донбасс». Гуманитарная помощь из Греции. Бизнесмен Пантелис Бомбарас, много лет живущий и работающий в Украине, подарил денежные сертификаты и оргтехнику прифронтовым школам при Азовье. А в Мариупольскую больницу скорой помощи привёз более 60 коробок с медицинскими материалами. Чермалык находится практически на линии соприкосновения. Местные жители рассказывают, выстрелы здесь не прекращаются ни на день. Обстрелы обычно идут в ночное время. И мы с тем часом, у нас все люди уже закрывают дома. И мы каждый прячемся, сидим дома. Никто не знает, где, куда бьют. Мы только видим, как летают огни и где они падают. Председатель греческого общества рассказывает, на выходных в результате обстрела в Чермалуке повреждены несколько домов. Попадание по селу, три снаряда. Упали в огороды, дома частично повредили крыши, стёкла. Перестрелка идёт постоянно в ночное время. Покоя практически нет. Но мы единственное благодарны сейчас, после что не идут уже большие обстрелы, имеют акты, а это террористы, тяжёлыми орудиями. В гости в Чермалык приехал бизнесмен Пантелис Бумбара. С местной школы предприниматель подарил арктехнику. В посёлке живут греки при Азовье, поэтому дети учат не только русский и украинский, но и греческий язык. Все кабинеты, где учатся дети, бронированная плёнка. Это не значит, что окно не разобьётся, но стекло хотя бы не попадёт в класс, потому что стекло и осколочки не представляют самую большую опасность. Во время боевых действий в учебном заведении взрывной волной выбило полсотни стёкл. Директор школы показывает новые окна. Их заменили недавно. Починили здесь и отопление. А вот с крышей до сих пор проблемы. Крыша до сих пор нуждается в ремонте. Мы её сделали своими силами. Выдержала она полгода. Ну вот постоянный взрыв, у нас опять проблема. Наверное, появляются трещины, и течёт где-то одна треть крыши на сегодняшний день. В местной школе бизнесмен подарил сертификат на 50 тысяч гривен. Этих денег как раз хватит на ремонт перекрытий. Надеемся, что быстро будет закончить лето, и будет больше свободно, больше хорошо. А это Мариупольская больница скорой помощи. Сюда привезли необходимые медицинские материалы. Комплекты медицинской одежды. Очень много для и санитарок, и врачей, и медсестёр. Есть медицинский расходный материал в 16 коробах, например. Бахилы, пластырь, охлаждающие компрессы. Помимо медицинских материалов, монтолиз Бумбарас пожертвовал в больнице. 150 тысяч гривен. Необычная выставка открылась в городской библиотеке Краматорска. Посетителям представили кирпичи и черепицу времён Российской империи. Экспозицию собрал местный коллекционер Виктор Иванов. Говорит, здесь собраны самые редкие экземпляры, которые производились более ста лет назад на севере Донецкой области. Из них строили городские дома и фабрики, а также имения помещиков и дворя. Многие экспонаты уникальны и представлены в единственном экземпляре. За некоторые кирпичи коллекционеры готовы отдать полтысячи гривен. Некоторые очень редки, во всяком случае, в единицах. А некоторые вообще в единичном, то есть больше нигде не встречались и не попадались. Вот, к примеру, кирпич Надежда. Я случайно нашёлся у местного коллекционера. Мы с ним поменялись просто другими. Это Часоверский завод Надежда Плещеева. Один из первых производителей кирпича огнеупорного. В 1896 году он в Нижнем Новгороде делал выставку и получил там второе место. Эфир телеканала «Донбасс» продолжит социальный проект всем миром. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!